Своим звонком в полицию 3 февраля в 16.35 с этого мобильного телефона этот 33-летний мужчина взбудоражил весь Шымкент. Так безработный уроженец Мактаральского района Южно-Казахстанской области, гражданин Узбекистана, временно проживающий в микрорайоне Самал-3 с родителями, решил развеять свою пьяную скуку. Я купил бутылку водки, пришел домой, смотрел телевизор, выпивал, опьянел, позвонил в полицию и сказал, что бомба на ЖД вокзале заложена. Потом сим-карту от сотого телефона сжег в печке. После этой криминальной телефонной шутки были подняты сотрудники всех силовых органов, скорые и пожарные. Вокзал оцепили, всех находящихся на станции экстренно эвакуировали, движение пассажирских и грузовых поездов приостановили. В ходе проведенных работ взрывное устройство обнаружено не было. Только к 7 вечера движение было восстановлено, а эвакуированные вернулись на вокзал. За свое преступление же террорист теперь понесет суровое наказание. Уголовным кодексом Республики Казахстан статьей 242 предусмотрено наказание за ложные сообщения об акте терроризма. Если раньше санкция данной статьи предусмотрена была лишением свободы до двух лет, то в настоящее время в связи с изменениями дополнениями к Уголовному кодексу предусмотрено наказание в виде до шести лет лишения свободы. То есть, тем самым, данная статья подпадает уже тяжкое преступление. Еще ни разу телефонные террористы в нашей области не остались безнаказанными. Так, в 2013 году несовершеннолетний в сире Первомаевка Толюбийского района получил год ограничения свободы за то, что, насмотревшись сайтов, решил поиграть в террориста и сообщил в полицию о заложенной в школе бомбе. Еще одному жителю нашей области, который во время домашней ссоры с женой позвонил на пульт 102 и заявил, что захватил заложников и собирается устроить взрыв, суд назначил три года условно. Виталий Мантров, Николай Иванов, Константин Калашников, информационная служба, телекомпания УТРАР.